Наступная новина, на жаль, сумная. На 68-м годе життя померз знакомитый гомельский скульптор Вячеслав Даугов. Он является створальником скульптуры «Лодочник» и знакомитого клоуна-карандаша. Его работа «Дорожный настрой» состракает гостей города калечегуночного вокзала, а статуя Божьей Мати упрыгоживает в гомельский костел. Не один раз с ним об творчестве и жизни разговаривали наши корреспонденты. Вячеслав Даугов народился в 1951 году в гомеле у семьи директора школы. Детинство прошло в разъездах по разных районах в области. Потом, будучи скульптором, учился у Абрамцевским мастацко-промысловым училища и Ленинградским высшейшим мастацко-промысловым училища имя Мухина. Съявлялся членом Белорусского союза дизайнеров. За свое життя створил больше 30 глубоких, цикавых, вытонченных работ. Скульптуры Вячеслава Долгова одразу становились натуральной и утульной часткой городского пейзажу. Прагулки по Набережной – это обовязковая встреча злодышникам и князям, які стремливаешь парки хартов. Фотосдымки побач с этими парковыми персонажами есть в фотоальбоме многих гомельчаных гостей города. То же можно сказать и облюбимой многими забавной скульптуры клоуна-карандаша и гуверного сябра собаки-кляксы. Мимо этой пары не проходит ни один наведывальник у гомельского цирка. А на вокзале гостей города и усих, кто вандрует шигункой, сустракая и проводит скульптура чемоданный настрой. На жаль, знакомитый скульптор, наш земляк Вячеслав Долгоу, не дожил до урочистых открытия своей черговой работы. Новая скульптура, проект, якой перемог на объявленном гомель-авл-аутотрансом конкурсе, худка будет установлена поборщ за автовокзалом. Это пассажир, який вельми спешается на свой рейс, який сам творца. Ее намкнулся зарабить для любимого города, як мага больше, упрыгоджить своими работами самые шматлюдные месцы, дать в образу гомеля яскравую отметность, дать ему теплый нить отшарованности. Телерадио компания «Гомель» долучается до споршувания родным и близким.